Между ними происходит упыль костной ткани по каким-либо причинам? Чаще всего связано либо с перегрузкой оплюзионной или с воспалительной реакцией в области? Давайте, пожалуйста. По поводу шовного материала и особенностей, которые используются в прагмотологической практике или в пластике мягких тканей, это все, что выше пятерки. То есть никакими иглами и размером ниже пятого номера не шьется. И максимально, вообще идеально, это 6-7, я вот честно могу сказать, я семеркой не шью по одному простому, в общем-то, личному соображению, мне эти швы потом не снять. Я их просто не вижу, вот надо одевать тогда оптику и... Я просто берегу свое зрение пока, но это вот только это личное такое. Вообще шить надо 6-7, я шью или шестерка, иногда с ближайшие швы могу пятеркой наложить, но это такие самые первые грубы. Все, что касается сосочков, перемещений, это номер 6. Можете викрил, можете любой другой, пожалуйста. Неплохие тоже уризодонта, вот они приносили на пробу шовные материалы, они, к сожалению, почему-то не хотят как-то продавать и работать. Вот, у них хорошие шовные материалы, мне очень понравились, особенно с карбонатными иглами, вообще изумительные, но почему-то они его не хотят продавать, я не знаю, как точно, ленивые, именно, жирами, ну что, и они очень хорошо фиксируют, и я опять же, я повторюсь, у меня не очень хорошее зрение, к сожалению, да, уже с возрастом с работы связано, и вот у них эти черные иглы, это, конечно, находка, их так хорошо видно. Они показывали, потом они где-то исчезли, и с телефона как-то они... Есть, да-да-да, вот они очень странные. Дали попробовать, попробовала они? Ну, мне принесли там штук 20 или 30, как бы, всякие что-то такие, вот, ну, я все использовала, радостно и быстро очень, к сожалению. Естественно, что 5-6-7, никаким, конечно, размером там 3-4, соответственно, здесь же опять у вас должен быть иглодержатель определенного диаметра нужного, да, чтобы вы нитро нигде не повредили иголку, ну и вообще у вас даже не будет фиксироваться при аподактильном ушивании кончик нитки в широком углодержателе, это понятно. Не буду даже здесь фиксировать ваше внимание. Игла. В стоматологии принято пользоваться двумя типами игл, обратно режущими и колющими. Я предпочитаю колющие иглы, да, потому что они меньше всего, даже если ты где-то... ну, мы не всегда ушиваем и делаем пластику только в переднем участке, мы иногда делаем пластику в боковых, в дистальных участках, когда очень неудобно, и когда там малое открывание рта, еще какие-то неудобные положения, и вот обратно режущие иглы иногда можно порвать, если ты неправильно провернул эту иглу, это разрыв может быть. Поэтому все-таки более безопасно в протонтологии применять колющие иглы. А как это означает? А кружочек у нее... Ну и все знают, иглодержатель удерживает иглу в первой трети, да, то есть не совсем у нитки и ни в коем случае не за серединой, иначе вы неправильно наложите шов, он неправильно будет позиционирован и, естественно, не за кончик. Остановлюсь, в общем, на самом деле, на том, что вот мы сегодня с Дмитрием Николаевичем говорили о фиксациях мембраны, это будет дохлый номер, вы ее просто испортите и выбросите. К надкоснице вот такие вот матрасные швы, крестовидные, крестообразные матрасные, они по-разному называются, они ничего из себя сложного не представляют, каждый из вас наверняка сможет выполнить или выполняет постоянно сверху не 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 да вот вы как бы обжимаете этими швами п вот просто матрасный п-образный шов не крестовидный который на рисунке а показан вот им очень удобно обжимать после установки формирователей или вдруг у вас например произошло там что-то с заглушкой и вы уже решили что вы не будете сейчас ставить формирователь да я советую немножко просто освежить края для того чтобы там формировалась десневая манжета и наложить вот такой один п-образный шов и вы создадите как бы определенные условия для того чтобы у вас формировалась в области формировал вокруг формирователи вы можете такие же они в основном вот удерживающие прижимающие такую функцию на себя берут в общем стоматологии достаточно широко и успешно применяется обычные межзубные швы ничего думаю тоже интересного не представляют из себя петлевидные обвивные всякие разные в общем то используются парадонтологии только обвивные швы когда матрасные или обвивные матрасные они разные имеют название для ушивания рецепентно донорского места на небе когда вы это просто для того чтобы уже мимонизировать хоть и конечно пациентка термо распахали все небы слабое утешение ну вот есть такая методика в основном да никакой не коля тоже вестибулярно там ничего мы с дмитрием николаевичем вчера немножко пускались в эту методику как бы десневого нет дома трансплантата так вот только с неба делается анестезия и достаточно ее немного и быстро то есть минута и уже начинается вмешательство поэтому вы потом будете ушиваться а ушивать свои и будете уже после того когда вы адаптировали трансплантат потому что он у вас сокращается и он важнее чем здесь вот опять же все эти слайды если кто-то хочет я их могу остановиться на них вот очень такой спорный для меня клинический пример мы нашли в литературе я склонна большим сомнением по поводу успеха вот этого вмешательства но здесь вот потом это не показывают такой результат мои большие сомнения если честно возможно что там было два трансплантата да 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 может быть понимаете они взяли полнослойный соединительный тканный трансплантат до и получили огромную десну больше в два раза чем трансплантант соединительный я когда вот это я мы специально включили на самом деле этот случай клинический потому что у меня он вызвал очень много вопросов я не понимаю откуда здесь столько тканей но возможно автор смог бы объяснить но осталось только у него спросить ну вот это тоже такой как один из примеров в области имплантатов стараются не прибегать к соединительным тканным трансплантатом свободным к огромному сожалению там очень плохое рецепентная ложа там фактически то о чем мы говорили там нет питания и естественно если там делают никаких расщепленных лоскутов туда смысла не имеет подкладывать там только уже на ножки лоскута на ножки перемещенными тканями работают которые имеют питание да из каких-то латеральных тканей близорасположенных но вот просто так туда взять как заплатку нашить тут такое это как анекдот про динозавра встречу не встречу это такое такая медицина 50 на 50 все таки но как то мы же стараемся управлять немножко тем процессом медицинским которым мы занимаемся да вот этим процессом лечения пациента но не хотелось бы совсем висеть на волоске и думать умрет у тебя он завтра или нет а это то что вот мы сегодня с вами обсуждали по поводу вот этих держалок просто доктор пришел намного раньше успел пока все не собрались задать мне один вопрос есть такая методика